Роман Река Термин был впервые использован Роменом Роланом в 1908 году для характеристики своего цикла романов «Жан Кристоф». Во французском литературоведении классическими примерами считаются также человеческая комедия Бальзака и Ругон Макар Золя. В натуралистическом романе «Реке» нет четкой интриги. Автор старается наиболее полно и объективно описать жизнь героев. В начале XX века появился важный роман в этом жанре «Буденброки» Томаса Манна, начатый в октябре 1896 году и закончатый 18 июля 1900 года. Роман был опубликован в 1901 году в Берлине. В романе описывается жизнь и упадок четырех поколений известной и богатой семьи торговцев из Любека. Основой, скорее всего, послужила история собственной семьи Манна. За этот роман Манн был удостоен Нобелевской премии по литературе в 1929 году. Самый знаменитый роман «Река» в поисках утраченного времени Марселя Пруста. Работу над ним он начал в 1907 году. Это не просто романы, связанные между собой временной цепью судя персонажей. Это философский трактат, психоанализ литературного и художественного творчества, эстетическая платформа воззрений автора. Несмотря на углубленную автопеографичность, романы сохраняют вселенскую направленность. История жизни Пруста, рассказанная в этих романах, потока сознания, приоткрывает для читателей тайну природы времени, памяти, смысла человеческого существования. Известность в поисках утраченного времени затмила другие выдающиеся французские многотомные саги XX века. Они теряются в его тени. Например, «Семья Тиба» Роже Мартена Дюгара. Это роман, описывающий жизнь двух братьев – младшего Жака и старшего Антуана. Сюжет разворачивается на фоне Первой мировой войны. В романе нет большого промежутка времени, повествование посвящено революционным настроениям, а не жизни людей. Автор через героев книги высказывается о своих политических взглядах, а не концентрируется на жизнях людей и их проблемах. В романе «Два брата» – это два разных мира. Старший – типичный буржуа, для которого важна стабильность и статус. Младший – бунтарь, который в перемен, выступает против войны и видит несправедливость в существующем укладе мира. В англоязычной литературе одним из первых представителей жанра стал Джон Голсуорси – сага о форсайтах в пяти томах. Фундаментальное литературное произведение британского писателя. Написаны им формы монументальной серии разноплановых сюжетов, описывающих жизнь семейного клана представителей крупной буржуазии, в чьих судьбах, как в зеркале, отразилась судьба самой Англии на переломном периоде конца XIX – начала XX века. Эпоха модернизма, Первая мировая война, джазовая культура XX-х годов – три поколения форсайтов отражают, кажется, все типы личности этих эпох. Но эта типичность образов героев эпопеи – лишь рамка для действительно интересного, увлекательного прислывания о мужчинах и женщинах, любви и измене, ревности и ненависти, дружбе и предательстве. В 1932 году Джон Голсуорси был удостоен Нобелевской премии по литературе за высокое искусство повествования, вершиной которого является сага о форсайтах. Но именно французскому натуралисту легче всего было в колье реализма оказаться, поскольку натурализм представляется крайней степенью существенных его качеств. И Бальзак исходил из сравнения человечества с животным миром, опирался на естество испытателей, положил в основу своей эстетики понимание человека как существа социального, исторического в первую очередь. И Флабер полагал, что следует только описывать, бесстрастно изучая мир цвета плесени. Ученик Флабера Гидет Мапассан также повторял, что писатель лишь наблюдает и что факты говорят сами за себя. К такому выводу подводил писателей процесс превращения робесперов-плавочников в антигероев наподобие антигероя романа Мапассана «Милый друг». Признаком современного романа Золя считал появление вместо героев обыкновенных рядовых персонажей, не возвышающихся над средой, прикованных к этой среде как следствие к причине. Детерминизм доминировал. Человек терял свою автономность и самостоятельность. После Флабера, по словам Золя, посещавшегося автором госпожи Бавари, роман в традиционном понимании себя изжил, уступив место исследованию, этюду, заметам о жизни без привычных выдумок, без интриги и сюжета. Возвращение к Бальзаку ни в коем мере не было повторением пройденного. Оно означало трансформацию натурализма на уровне метода Бальзака, вследствие чего возник уникальный реалистический натурализм. «Эмиль Золя. Ругон Макары». Первый роман серии «Карьера Ругонов», в котором показаны истоки семьи, и бонопартистский государственный переворот 1851 года, вышел в 1871 году. Последний доктор Паскаль, где ученый Паскаль составил генеалогическое древо этой семьи, увидел свет в 1893 году. Золя это сделал намеренно, чтобы читатель с первого до последнего романа смог проследить все многочисленные линии семейства Ругон Макаров и без труда разобраться в родстве героев. «Эмиль Золя делает в карьере Ругонов проницательное умозаключение, замечая, что в момент, когда общество вступает в новую историческую стадию, опорой режима становятся те декластированные силы, которые не могли ничего добиться в предыдущем историческом этапе. Ими движет ненависть к тому общественному порядку, который не позволил им выбиться в люди». История рода Ругонов – это скользкий путь высшее общество, тогда как история Макарова отражает преимущественно жизнь низших и средних слоев французского общества после прихода к власти Наполеона III. По сути, натурализм Золя дает весьма детализированное описание жизни городов и сельских общин, а также различного вида предприятий. Например, в романе «Чрева Парижа» подробно описана структура городского рынка того времени. Также романы описывают события франко-прусской войны 1870 года. Стоит отметить, что серия была начата автором после падения Наполеона III. С 1893 года по 1910 год Карл Май опубликовал свой самый знаменитый цикл романов о благородном индейце Виниту. Карл Май своей излюбленной темой сделал индейский вопрос. Проблема уничтожения коренного краснокожего населения ковбоями Калифорнии и Техаса весьма заботила цивилизованного европейца 19-го столетия. Поэтому в цикле его романов об индейцах два главных положительных героя – учитель Карл и молодой вождь Апачи Виниту. В этом романе рассказчиком является молодой европеец, который и умен, и красив, и силен, и благороден, и сострадателен, как детует ему христианская его религия. Он выходит победителем из самых невероятных посложностей ловушек. Всех склоняет к добру, затмевает даже благородного индейца Виниту. Джон Абдайк «Кролик» – величайшая интеллектуальная сага американской литературы второй половины XX века. Роман «Река» о Гарри Энгстрами по прозвищу «Кролик» – это она же, к которому великий писатель возвращался снова и снова. В образе этого человека воплотилась сама суть одноэтажной Америки с внутренним надломом золотых 50-х, сексуальным и психологическим бунтом неистовых 60-х, циничной жаждой наживы и удовольствий эгоистичных 70-х и переосмыслением прошлого в консервативных 80-х. Цикл «Ведьмак» по словам автора Анжея Сапковского – аллюзия на книгу Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и мифы о короле Артуре. Особенность цикла в том, что автор обыгрывает в книгах мифологические и сказочные сюжеты. Сюжет «Ведьмака» стал основой для одноименной компьютерной игры. Главный героль – Геральт из Ривии, наемный убийца нечисти. Он привык разговаривать на языке меча и не участвует в политических интригах. Песни льда и пламени Джордж Мартин начал писать свой первый том «Игра престолов» в 1991 году, а опубликовал в 1996. Мартин изначально задумывал сериал как трилогию, но выпустил пять из запланированных семи томов. «Игра престолов» – это суровые земли вечного холода и радостные земли вечного лета. Это легенда о лордах и героях, воинах и магах, убийцах и чернокнижниках, которых свело вместе исполнение древнего пророчества. Это история о таинственных воителях, что сражаются мечами из неведомого металла. И о племени странных созданий, что повергают своих врагов в безумие. Это сказание о жестоком принце драконов, готовом на все, дабы вернуть утраченный трон. И ребенке, что блуждают в сумеречном миру, между жизнью и смертью. Это трагедии и предательства, битвы и интриги, поражения и победы. Это игра, в которой ставка высока. «Гарри Поттер» – Джоан Роллинг. Сюжет строится вокруг главного героя – сироты Гарри Поттера, который узнает, что он волшебник в его одиннадцатый день рождения. Обучаясь в школе чародейства и волшебства Хогвартс, он заводит себе близких друзей – Рона Уизли и Гермиона Грейнджер, с помощью которых устанавливает попытку возвращения злого волшебника Волан-де-Морта, убившего родителей Гарри, когда ему было всего шесть месяцев. Роман был впервые публикован в Великобритании в девяносто седьмом году. Он получил множество британских книжных премий и наград, присуждаемых детьми. Книга заняла первое место в списке самых продаваемых произведений художественной литературы по версии «Нью-Йорк Таймс» в августе 1999 года и оставалась на высшей позиции более года. Роман был переведен на 73 языка и по нему смят одноименный полнометражный фильм. Он был продан тиражом более 120 миллионов экземпляров, что сделало его третьим бестселлером всех времен. Дмитрий Балашов, младший сын. Исторический роман, впервые изданный в 1975 году. Первая часть цикла «Государь московский» рассказывает о первом московском князе Данииле Александровиче, младшем сыне Александра Невского, ставшего родоначальником московских великих князей и царей. Это уникальная историческая хроника эпопеи, охватывающая почти двухвековой период русской истории. Именно в этом цикле впервые в отечественной литературе с уникальной степенью точности и полноты исторической достоверности воссоздан мир русского средневековья. Субтитры создавал DimaTorzok